...истины неправды. Давайте вообразим, что мы находимся в Римской церкви в первом веке и получили это письмо. Сегодня как это считается? Выходит диакон, считает на славянском языке, нараспев, спиной к народу, протяжен, и ни одного слова не будет понятно. А письма так не считаются. Это письмо. Но они считают, и думаю, сказали, и вот наступает, что открывается уже гнев Божий. Сначала полностью считается, а потом останавливается, глапать их не было, и рассуждают. Гнев Божий, а где? Ты как думаешь? И за что? За неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Рабовальящевский строй, столица мира. Какая же там правда? И все подтвердили, да, это так. Выхода никакого нет. Рабы. Быть может, уже началось гонение, как это было при Нероне. Но радостно, что на это открывается гнев Божий. То есть это прекратится. Но верующие разве могут этому радоваться, что гнев Божий? Некоторое такое понятие, что верующие могут только страдать, мучиться и никак не реагировать на это. Это неправильно. Мы должны очень тонко психологический анализ проводить этим страданием. И написано, и под жертвенником в Откровении. Видел я души убиенных, которые вопияли. Да коли, владыка, не мстишь за кровь нашу. То есть они не говорят, благослови этих гонителей на земле, было благословляйте проклинающих и гонящих. А там они просят Господи, ну сколько можно терпеть, ну отомсти ты им. Это не совпадает с тем, что Христос учил. Но эти люди уже спасенные, вошли на небо, они никак не согрешают. На небе никто не грешит, написано, ничто не чистое, туда не войдет. Здесь одно толкование, что они молятся о том, чтобы Бог их обратил. Чтобы не было непосильного страдания для народа Божия. А не в том, что ты убей и пусть они идут в ад. Верующие-то вообще об этом никогда не молятся. Отошли его в преисподь. Мы молимся, прости ему Господи. Он совершенно не понимает, что делает. Христовы слова, которые были на Голгофском кресте. И вот здесь Господь через своего раба апостола Павла и говорит, открывается гнев Божий. Какая была там неправда, до конца мы не будем знать. Мы знаем только по истории, фильмы смотрим, Сенкевича, Камагридеши. Что там было? Раб совершенно он был бесправный. Его продавали. Его можно было убить. Гладиаторские бои устраивать. Войны непрерывно шли. Нас касается сегодня. Мы сегодня получили от нашего возлюбленного брата Павла письмо. И он нам говорит. Вот такие слова. Открывается гнев Божий на всякую неправду. Нас должно еще более всего тронуть то, что неправда как бы от нас отошла. Мы дети Божии. Мы уверовали. Мы просвещены благодатью Духа Святого. Но если бы это было всегда так. Любого человека сегодня спроси. Как ты думаешь, что то общество, где ты находишься, они спасаются? Ну давайте вот придем сейчас в любой храм. Католикам. Все спасают. Таксенц ваш, ну батюшка. Ну конечно уж. Он-то в первую очередь. А Ян Златоуст говорит, большая часть священников погибает. Понимаете, видение другое. Если бы кто-то подошел к прихожанам Яна Златоуста и сказал. Ну спросил. Вы как думаете, священники все спасутся? Ну неужели же погибнут. А патриарх? Ну патриарх на первую очередь. А вот наоборот все перевернутое. Почему? Потому что они первые гонители правды были. Гоняли из-за Библии. Ее и не было. Не давали переводить. Они глушили перевод. Переводчики это апостолы нашего времени. Сколько они пострадали. В наших книгах это все есть. Один из них канонизировал Макарий Алтайский. Их приговаривали к самым тяжелым наказаниям. И самое-то тяжелое то, что труд, в который они вложили весь свой интеллект. Огромное знание, любовь к Богу. Это уничтожалось, как у профессора Павского, Герасима Петровича. Готовая уже Библия сжигалась. И это не когда-то, а всего в 19 веке. Уже позади 80-летия Россия верующая, но на страже стоят священники и епископы. Не давать Слово Божие. Не давать. Вы думаете, реформация началась из-за того, что лютер такой дурной, не понимал ничего? Это монах-францисканец, это ученый человек был. И он бы никогда не отошел от католиков, если бы к нему прислушались. Сегодня католические кардиналы собираются и говорят, раскол этого мог бы не быть. Никаких баптистов бы не было, если бы тогда послушали. Он говорил, уберите этой индульгенции. Перестаньте грешить. Человек спасается с жертвой Иисуса Христа, а не вашими традициями и догматами. Я не говорю о настоящих догматах, а что они придумали. Все за деньги, купля-продажи. Ведь он восстал-то против безумия, которое было в церкви. К нему не прислушались. И он понял, что с ними идти никак нельзя. Он до конца тоже не договаривал. Без священства нет спасения. Без священства нет церкви. Христос так установил. Это недовершенное. Для того я тебя оставил, чтобы ты рукоположил тресетеров, Павел пишет. И Титу пишет, и Тимофею. Ветер это не сделал. И те, которые сегодня веруют не так, как мы верим. Ведь у них желание-то не такое, что давайте погибнем и других в ад затащим. Они-то думают по правде все. А как определить? А вот это дается нам сегодня ответ. Через Слово Его Святое, через Вечную Библию. Открывая ее и читая, не пренебрегая опытом, который приобрело человечество еще до нас. Вы слышали, Горбачев пустил однажды такое словечко, общечеловеческие ценности. Это не библейские выражения. И многие не понимают, что он говорил. Он говорил, общечеловеческие, то, что у всех народностей, у всех цивилизованных наций, у всех вер одинаково ценятся. Уважение к старшему. Ну, кто скажет, что нам не надо? Почитая своей мать, это... Посмотри, как мусульман развит, как родители там чтут. Это и у буддистов, у сектантов, у всех это одинаково. Вот то, что общечеловеческое, у всех одинаково почитается. И это решили в основу государство положить. Но так спасение-то не приводит. Конечно, легко жить. Ни одного преступника нет. Тюрем нет. Милиция никого не обижает. Она и не нужна совсем милиция. Квартирную плату там в сто раз меньше будут брать. Никто тебя обирать не будет. Это общечеловеческие ценности. А у нас ценность вся в крови Иисуса Христа. Мы омытые кровью Христа. Ты не просто доброе дело делаешь, а делаешь во имя Христа. Вот тогда ценно. А без веры в Бога угодить Богу невозможно, Павел говорит. Люди подавляют истину ложью, неправдою. Они хотят общечеловеческими ценностями, будьте хорошие, культурные, добрые, милостивые, мягкие, теплые. Они все осознают, но без Христа. То есть собирайте плоды, но дерево нам не нужно. А Христос говорит, без меня не можете делать ничего. Никаких общечеловеческих ценностей нет. То есть они в уме только, на бумаге есть. А эти плоды нельзя достичь. Что сегодня творится в государстве, неправда. Одного шага нигде нельзя сделать, чтобы было по правде. Как будто специально самых негодных Бог набрал, и они руководителями делаются непрерывно. Как бороться с коррупцией? В каждой газете почти. Все понимают, что такое мафия. Рисует зверь, который прыгал, у них аж их наркомания. Дальше какие поборы делают, обманы. Открывается гнев Божий. А можно всю эту неправду как-то истребить? Ответ. Можно. Если люди покаются перед Христом. Если они к Богу обратятся и примут Его святые заповеди для себя. И скажут, заповеди эти невыполнимые, мне их никогда не исполнить. Прошу, Господи, дай мне Духа Твоего Святого. Приди и стелись в нас, и очисти нас от всякой скверны. Дух Святой, и веди нас. Без веры нельзя угодить Богу, а кто Духа Святого не имеет, тот и не Его. То есть это невыполнимо. Люди подавляют неправды. Меня интересует неправда не в государственных органах, не в милиции, не в прокуратуре, а там все на одной неправде. А неправда не просто в вере, какая мусульман, какая сура, аят, как они гонят, убивают других, взрывы делают, самоубийцы. Меня интересует вера христианская и конкретно православную. Что пользуясь, если я буду знать, какая неправда у католиков, у буддистов, а свою не досмотрю. Меня интересует самая главная неправда, которая в нашей общине. Чтобы никогда неправда не подавляла правду. Потому что за это открывается гнев Божий. И по этот гнев, в конечном счете, я свожу все до своей личности, как я. Потому что все, что мы слышим в Писании, зато он говорит, присваивай себе. Христос умер за весь мир. А ты, он умер за меня. Это лично мой спаситель. В православии вот это не практикуется, чтобы все время давить на личное. Ну мы все вместе в симфонии государства с церковью. У меня симфония, то есть согласованность должна быть со Христом. Нигде, ни в одном месте Писания нет, что была симфония государства. Это мирское устроение. Оно нужное. И было в церкови. Церковь Христова. Дух ищет, плоть ищет противного духу. И они не покоряются друг другу и не могут. Притом нигде там в одном человеке. Хочу добрую, принадлежит мне злое, Павел говорит. А что спрашивать там где-то в государстве? Мы должны решать, что для нас самое дорогое. Дорогое во Христе. Вот сегодня спроси, какая дата? Ну, большинство людей скажут, что защитники Отечества, день военно-морского флота, что они скажут. Нет, сегодня исполняется. 79 лет патриарху Алексею. А я сказал, а еще более важное. Нашей сестре Валентине, старейшей, исполняется 83 года. Вот теперь конкретно мы подошли. Государственный руководитель или религиозный высшего масштаба для нас менее дорог, чем душа, искупенная Богом, которая верит. Мы должны все время на это смотреть, в каком контакте находится человек со Христом. Живет он в правде или в неправде. Если он живет в правде, я от гнева Божия как под крышей спасусь. Если изобразить церковь в виде шатра, а она так и изображается, как шатер Авраама. Есть сторонние натяжки какие-то. Центральный столб, на который опирается все. Так центральный столб – это водительство Духом Святым. Это правильная вера. В семь столетий в церкви только и разговаривали о правильной вере. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Доказать, что Бог Отец равен Богу Сыну, равен Духу Святому и Си, и триствует едино. Сегодня вообще этого слова не знают. Вообще. Вся неправда в ереси. Сегодня ерес никто не желает знать. Ну какая ереси? Это экуменизм. Он все сгладил под одно, все одинаковые. Нам надо мирно, у нас общечеловеческие ценности. В этом одном стихе, и говорит, открывается гнев Божий. Зачем вы подавляете правду? А правда, она не нуждается, чтобы входить, помощь от кого-то брать. Она сама достаточная для себя. Потому что ее родитель Христос, и Христос дарует все необходимое. Не так, что давайте соединимся вместе. Слышу, православные говорят с баптистами. Давайте вместе заниматься делами благотворительности. Католики там где-то. Прекрасное дело. Но пока мы в вере не одинаково, у нас ничего этого не будет. Мы все время будем в любом месте подсиживать друг друга. Пошли к больным, я ему буду говорить вот так, поставил иконку. А зашел, допустим, 50-й, и Христос скажет, да что тут идолов понаставили-то? Бабка, убирай. Пока мы не придем к единству веры, к правде. Так еще к правде надо разобрать, иконы идолов или неидолов. Понимаете? Все требуется рассуждение, и это по правде. Без рассуждения все в неправде. И такая есть молитва у святых. Говорит, не лиши меня, Господи, здравомыслия и рассудительности. От премудрый Соломон. Вот читаем книги Бытие, 44-я глава, 16-й стих. Когда братья пришли к Иосифу, а он уже премьер-министр Египта, ну и трудно им там было. И в это время, в трудности, они стали задумываться, а что же было до этого. Иуда говорит Иосифу, а что говорить, господину моему, Бог нашел неправду в рабах своих. До этого они не видели жиды. Бросили его в яму, продали, все. А вот теперь нам не выпутаться из этих бед. Бог нашел неправду. И они сами плененные оказались теперь. В глубокую яму попали все. И они не сказали, что виноват фараон. Сейчас ищут, что виновата советская власть, коммунисты, фашисты. Нет, виноваты мы. Бог нашел неправду. Почему мы так дурно живем? Бог в нас нашел неправду. Беда в том, что у людей ностальгия сегодня по прошлым временам. А вот хорошо было при коммунистах, а хорошо было при царе, хорошо со Христом. А если там было бы хорошо, как Гидеон говорит, за что же у нас все это постиглось, если все хорошо. Нам приходится тайно обмолачивать хлеб в яме. Приходилось письмо писать, шторки задергивать, чтобы никто не увидел. Книга «Исход», 23 глава, 1 стих. «Не внимай пустому слуху, и давай руке твоей ничего, чтобы быть свидетелем неправды». Это уже было заложено при выходе из Египта. Неправда где? В свидетельстве, в судах. Он у нас сказал неправду, подпись делать, буду говорить правду, уголовному преследованию преследуется неправда. У нас ничего нет. А в Америке суда не упускают, сразу арестовывают и сажают. А в Израиле было так. Он свидетельствовал неправды. Неправда доказана в суде сразу. По какой статье? Да он смотри, что он делает. К смерти. Это смертная статья. Обоих тут же сразу казнили. 13 глава Даниила. Они на суставном свидетельствовали. Даниил их разоблачил, и обоих этих прокуроров сразу казнили. Сегодня это... Попробуй это, включи в нашем государстве. У нас суды пустые будут. Ни одного прокурора не будет. Их не будут стрелять. Наемные убийцы-то. А сами по закону их казнят. Все на неправде. Но самое страшное то, что за это открывается гнев Божий с неба. Вот в этом мы никак не должны участвовать. Гнев Божий неотвратим. 48.10 Написано так у Еремея. Проклят, кто делал Господне, делает небрежно. И удерживает меч Господень от крови. Мы можем только от обидеть, созерцать, плакать, но удержать никак нельзя. Отврати гнев Господи, не наказывай кремль, да не сгорит Москва. Я так молиться не могу, чтобы не попасть под проклятие. Определенной кондиции беззакония неправда достигает, и гнев Божий проливается. Там ангелы стоят с чашами. И они написано, пролили, и третий час человечества умерла. Мы можем только от обидеть и молить Бога, чтобы жить нам в правде. Не от гнева только извается, а жить в правде Твоей, Господи. И с утра до вечера в молитву это надо все время вплетать. Господь, да будет это по правде. И чтобы на молитве я Духом Святым был дыжем. Иду куда? Духом Святым был дыжем. А рассуждаю где-то, чтобы языком Дух Святой шевелил. Не то, что от ума своего. Книга Исход, 23 глава, 7 стих. Не делайте неправду, удаляйся всякой неправды. Говорят, было репрессия, там 37-й год. А все это на своем месте. Была война. Все на своем месте. Когда дальше начинаешь изучать историю, то видишь, за предыдущую неправду Бог карает не два, не три человека, а всю страну. Что было? Как встретили расстрел царя? Даже никто внимания не обратил. А вот теперь вся страна пошла на эту же самую Голгуфу. Потому что неправда рождает неправду. От волка рождается только волк. Если бы все воздыхали и плакали о том, что было, как мы могли это допустить? Почему люди отреклись от Бога? Простое дело, на непонятном языке идет богослужение. Разве это по правде? Что мы не говорим? Сколько неправды на нас вылилось за эти годы? За то, что у нас считается псалтырь? Еще много что нужно делать. За все абсолютно придется отвечать. И только определяй, правда я делаю или неправду. Вторая книга Маховейская, вторая глава, пятый стих. Они молятся, отпусти неправду нам. Вот такая молитва. И молитву надо вести не просто Богородица, Дева Радуица, а сказать Божий правильно. Отпусти неправду нам и отцов наших. Книга Варуха, третья глава, пятый стих. Господи, не вспоминай неправды наших. Под плену они дошли до полного осознания того, что жили в неправде, Богу было неугодно. Никакие союзы с соседними государствами и Варшавский договор ни на то нам не поможет. И они начали расследовать и нашли. У нас еще не было диагностики, почему нас поразил Божий гнев. Ответ один за неправду. Открывается гнев Божий. Я думаю, римская церковь, получив это, долго рассуждали об этом. Потому что центр всей неправды был Рим, который угнетал, давил под железную пету всех. И они, конечно, рассуждали, так долго продолжать себя не может. И вдруг какие-то гунны. Появляется Атилла. Рим был разрушен. Он был захвачен дикими племенами. Третья книга, Езра 4, 27. Век сей исполнен неправды, говорит пророк. Если век исполнен неправды, как нужно остерегаться? Знаем, когда чума, холера, такие эпидемии идут, как люди опасаются? Какой-то пытаются климат изменить, что-то жгут, протравливают. Мы живем среди неправды. Третья Езра, пятая глава, второй стих. И умножится неправда, которую ты теперь видишь. Это можем отнести и сегодня. То, что со сегодня, это еще не все. Еще больше будет, хуже. И то, что достанется детям, внукам, мы этого уже не увидим. Сегодня прямо принуждают эти разные карточки. Это все еще только подготовка. Наконец, прямо будут ставить печать на лоб и на правую руку. И нельзя ни продать, ни купить. Надо молиться, чтобы верующие не вошли в эту годину искушения. Премудрость Соломона, 1 глава, 5 стих. Ибо Святой Дух при мудрости удалится от лукавства и неправедных умствований и устыдятся приближающейся к неправде. Вот что отгоняет Дух Святой. Беда не в том, что сделала неправду, а потом как-то ее можно выпустить, попросить прощения. Дело в том, что отгоняет Дух Святой. И отгоняет так, как дым отгоняет чел, святые говорят. Это надо включить в молитву. Где у нас? Вот сегодня слышали, Давыд непрерывно об этом говорит. А о делающих неправду, о подсматривающих. Книга при мудрости, 1.15. Неправда причиняет смерть. Сирахо, 8 глава, 6 стих. Недомогайся сделаться судьею, чтобы не оказаться тебе бессильным сокрушить неправду. То есть в судах неправда и сокрушить ее практически невозможно. Судья, если по правде начинает делать, его убирает или уничтожает. Вот на днях-то козастриле прокурора Саратовской области. Прокурор, это явно, что звание выше было, чем генерал. А что? Говорят, с чем связано было. Деятельность очень сильно на кого-то, где-то кого-то прижимал. Как он не мог себя сохранить? Почему без охраны? И можно ли было сохранить? Нет, нельзя. За ним что-то еще было. Где-то, говорится, с кем-то не поделились. Как правило. Когда обычно убивают кого-то, говорят, а он такой. А потом узнают, что за ним было больше, чем за тем, который убил. Как лев подстерегает свою добычу, так и грехи, делающих неправду. Одну неправду делаешь, другая вылазит. Особенно неправда во лжи. Написано, лжец должен иметь очень хорошую память. Он должен помнить, как сказал, и как было на самом деле. А когда ты говоришь, как есть, ты забыл. Да вот так это было. Ложь нужно бояться. Детей непрерывно учите и повторяйте каждый день. Нигде не лги. Вот у меня в детском лагере дети бывают буквально мирские. С первого дня учим. Если ты солгал, в 10 раз увеличивается наказание. И в конце уже, две недели проходят, и дети начинают бояться неправды. Он сразу приходит и говорит, ну сделал что-то. Я его накажу, но наказание будет. В чем-то что-то сделать лишнее, поправить, что испортил. Но если он солгал где-то, да его обличили все, и он это видит, что это неправда, то так просто не отставляйте. После не справиться с неправдой, которая вместе с человеком растет. Книга Тавит, 12 глава, 8 стих. Лучше многое, малое со справедливостью, нежели многое с неправдой. А где оно многое, там и неправда. И поэтому те, кто сегодня называются олигархами, они все под крышей гнева Божия. Они никак его не избегнут. И при том никуда. Он писали в Америке. Самая богатая. И наконец, одна осталась. Только с одной дочерью. От передозировки умирает 34, кажется, года. Самая богатая. Множество миллиардов долларов. А уже ничего не поможет. Счастье не в этом. Счастье в том, что ты благодаришь Бога и с чистой совестью ложишься в постель. Евангелист Лука, 13, 27. И я скажу им, отойдите от меня, делать или неправды. Иногда считают, что можно что-то сделать ради большей пользы. В конечный результат Христос на суде Божьем скажет, отойдите от меня, делать или неправды. Делать или неправды может быть и в неправой вере устроя неправильное рассуждение. Вся наша жизнь с утра до вечера с рождения и до смерти. Иакоб, 3 глава, 6 стих. Язык прекрасно неправды. То есть она всегда с нами. Боимся неправды где-то, а она у нас во рту, да бережем ее еще как. Первое Иоанна, 1, 9. Если исповедуем грехи наши, то он очистит нас от всякой неправды. Вот и лекарство, об этом надо исповедоваться. Исповедоваться друг перед другом, перед кем ты согрешил, сделал неправду, на исповеди священникам. Но самое главное, кого ты обидел. Послание к Колосиным, 3 глава, 25 стих. Кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. Поэтому тот, кто наживается на неправде, он уже находится под мемом Божьим и вердикт Божий вынесен. Он получит. Второе поселение Киевцам, 2, 12. Да будут все осуждающие вас, неверующие истины, но возлюбившие неправду за пределами церкви. Все делающие неправду. Значит, они были, для церкви особое наставление дается. Второе Тимофею, 2, 19. Да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа Иисуса Христа. Мы друг другу верим, верующие. Мы даже не понимаем, как в мире это есть. Люди говорят и тут же проверяют и видят, что и опять обманули. На каждом шагу обман, неправда. И неправда не в обмане. А в сведениях, в статистике все ложь. Что-то нас обманывают. Я не говорю, метеосводка неправильно. Сказали, будет шторм, а ничего не было. Ну мало ли что. А неправда в том, что говорят правители. Да если не пойдут реформы, я голову на рельсы положу. Так и умер не положил. А сколько такого было всего. Обещали земную свободу в революции. Ничего не дали. 100 миллионов жизней оборвали. Страна лжи, страна неправды. Она не может выйти из-под гнева Божия. Я ни разу не слышал, чтобы избавиться от неправды. Патриарх призывал президента. Он рядом с ним. Почему? На нас будет гнев. На нас мусульмане, китайцы, все на нас полезут. Это гнев Божий. Это современные гумны. У них там атилотих хватит. Послание к евреям, 8 глава, 12 стих. Господь говорит, я буду милостив к неправдам их. И грехов ваших, и беззаконий ваших не воспомяну. А где? Почему? Ответ. Во Христе Иисусе. Когда наши грехи Христос взял на Себя, и мы верим, и доверяем Ему, и говорим, Господи, прости, очисти, я верю в искупительную жертву Твою. И он говорит, ни правд ваших не воспоминуй. И поэтому, что было до крещения, до уверования, пусть не мучает, не терзает душу. А дьявол будет все время говорить, а ты вот делаешь так, а вот и показывает, а то у тебя на тебя, вот это такое-то. Я в одной общине был у баптистов на севере, в Латвии. И дьявол ее взял в оборот. Она кается, уже кается в грехах. А он говорит, каешься, а живешь в неправде. Да я уже этого не делаю, там была, с кем я его не принимаю. Не принимаешь? А кофточка от чего? И она вспомнила, он за рубежа приехал, моряк зашел к ней. И она ее срывает тут же в собрании. Он прямо подошел к ней и говорит, он ее раздел до гола. Она говорит, а ты ничего не зашел, у тебя духи, волосы, все, говорит, это за неправду, где он сделал-то. Она выскакивает на улицу в лужи, начинает в лужи волосы свои полоскать грязью. Вот тебе сатана, и дьявол отступил. Она нашла способ полностью избавиться. Это мы читаем и в житиях святых. Ее никто этому не учил. То есть дух ревности побудил ее полностью разорвать всякую связь с неправдой. На мне неправда, я все это скидываю. И душа обновилась в один день. В Откровении, 22 глава, 11 стих. Видя всю эту неправду, Господь говорит, неправедный, пусть еще делает неправду. То есть ее не остановить, пусть они делают. А что, выборы будут? Ничего не изменится, абсолютно. Я вчера встречаюсь с большим военным, ну большим, первым лицом, сказать, в нашем крае. И спросил попутно, как на выбор. Он засмеялся, а разве уж не знаете. Вы-то эти хорошо знаете, что они давно выбраны. Эти все роли распределены, и там ничего нельзя сделать. А что где-то они друг другу противоречат, это тоже сценарий идет. Это вся игра идет для людей, которые ничего не знают. У масонов все расписано. Они знают, и ты никак в этой игре не принимаешь участие. Это я пойду где-то голосовать. Ты можешь пойти, но ты никто. Тебя и бараном нельзя назвать. Потому что баран-то слышит голос Отца своего Небесного. Откровение, 22, 15. А вне, за раем, за пределами Царства Небесного, находятся псы. Убийцы и всякие любящие и делающие неправду. Где хочешь быть, в раю или в аду? Одна неправда повлечет тебя в ад. И сегодня, просто себе положи на сердце, я именно сегодняшний вечер, еще раз исследую от начала, как я себя помню, по сегодняшний день, чтобы нигде никакой неправды не было. Салмопевец Давид, 83, 7, говорит, что он увидит людей, которые изыскивают неправду. Где? Ну, в первую очередь, у нас. Подсматривали друг за другом. И везде враг народа. А за что? Связан с иностранной разведкой. Все говорили. А почему? А вспомните, в чем царицу обвиняли? Что она связана с Германией, и то другое. И была назначена специальная комиссия временного правительства, в ней еще Александр Блох, писатель, был, и ничего не нашли. Одна была клевета. А вот теперь вся страна пошла по этой статье. Все, что обвиняли в чем царя, по этой статье, вся страна была обвинена и пошли на Голгофу. Так написано. Псалом 106, 17. Безрассудные страдают за неправды свои. И никак нельзя избавиться от этих бед. Да потому что за неправды. А безрассудные, потому что ко Христу не идут. Жизнь свою не отдают в распоряжение Бога. Они не каются перед Ним. Притча Соломона 22, 8. Все еще неправду пожнет беду. Исайя 30, глава 12 стих. И так же вы отвергнете всякую неправду, чтобы никого не обижали. Милость Божия приближается только тогда, когда мы ощущаем себя, начиная с сознания, и приступаем к делам. И при том этот труд непрерывный. У неверующих душа бездействует в данном случае. Они это вообще не знают. Мути их не мучает в этом. Я возвращаюсь к первым строкам. Письма апостола Павла. И он говорит, что открывается гнев Божий с неба. Не из Америки. Не из ракетных шагов, а с неба от Бога. Вот что страшно-то. И поэтому отвратить это можно не ответным ударом только, а полной безоговорочной капитуляцией перед Богом и сказать, грешен я. Будь милостив ко мне, грешному. Мы приближаемся к великому посту, который церковь установила для того, чтобы было полное, абсолютное сокрушение и капитуляция перед Богом. Будь милостив, Господь. Да минуем мы этого гнева. Да войдем мы в славу Твою. Царствие Твое. Аминь. Спасибо. Спасибо.